Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о таком прекрасном растении как спатифилу. Родина этого растения является тропики Америки и Восточной Азии. Насчитывается около 60 видов этого растения, то есть очень много. Спатифилу очень хорошо используется для дизайна интерьера, то есть он очень хорошо вписывается в любой дизайн. Его рекомендуют ставить в комнатах детских, в общем где больше людей находится, потому что он выделяет озон, очищает воздух и в принципе цветок этот неприхотливым считается, но все же к нему нужно найти правильный подход. Также это растение обладает мощной энергетикой и повышает работоспособность. Цветки спатифилума представляют собой декоративные початки, вот как видите. Он цветет очень обильно и повторюсь, если ему создать вот именно хорошие условия, о которых я скажу вам позже. Цветение конечно у него обильное и оно цветет, в принципе может цвести круглый год в зависимости от содержания. Комфортная температура для спатифилума 22-23 градуса, но не должна опускаться ниже 15, ну то есть 15 для него это уже как бы прохладно считается. Растение в принципе выносливое, но оно все равно предпочитает конечно чтобы было не яркое такое освещение, но довольно таки хорошее освещение, без прямых солнечных лучей. Ну вот если допустим восточная сторона, вот у меня стоит на востоке, то есть с утра солнышко его немножко конечно захватывает и ему это нравится, я вижу, потому что у меня такой кустик очень такой большой. Он был у меня кстати был куплены давно уже конечно, он у него был маленький, вот смотрите какой у меня шикарный вырос. Спатифилум раз тропическое растение нуждается конечно и во влажном воздухе. Как создать ему влажный воздух, то есть во время от времени можно его листики протирать, чтобы вот этой пыли не было, либо его можно если небольшой, то носить под теплый душ, чтобы смывать и в то же время создается влажность. Либо опрыскивание только из мелкого распылителя, чтобы капельки воды на нем не оставались, потому что потом от воды остаются такие пятнышки, если крупное распыление идет. Ну и желательно воду либо отстоянную, либо добавлять чуть-чуть лимонного сока, чтобы смягчить воду. Это для опрыскивания. Грунт он предпочитает рыхлый и его не нужно сразу садить большие кашпо. То есть у него не должно быть очень много земли, потому что если будет очень много земли, корни не будут дышать и на растение это все скажется. Также по листу будет видно, что ему что-то не нравится. Это то есть начинается какие-то пятна быть, начинает, ну в общем листья портятся, начинает. Это как бы сразу видно. Грунт я использую, у меня здесь садовая земля, садовая земля и он такая очень рыхлая, то есть в составе даже с перегноем идет. Ну очень нравится, это я пересадку делала ему наверное уже. Ну скоро год будет. И тоже вот, вернее также не нужно часто их пересаживать в большие кустики, просто по мере разрастания корневой системы. Вообще лучше конечно стесненную посуду иметь, потому что чтобы корень уперся в горшок и тогда спотифилум очень хорошо начинает свистеть. И вы его никогда не зальете. Он не любит перелива также. От перелива так начинают портиться листья. И конечно же я его удобряю. Я его удобряю, как и все растения, для цветущих растений. Удобрением. Раз в две недели. Ну это весенний летний период. Ну зимой порежем, но все равно удобряю, потому что освещение яркое и как правило, он у меня даже бывает еще и зимой тоже цветет. Поэтому я тоже удобряю. Удобряю я его фертикой. Ну и все цветы в принципе я уже во многих видео говорила. А сейчас я выписала другое удобрение, пока не буду говорить какое. То есть я сама попробую. И если будет какой-то результат, я обязательно скажу. Так же добавлю про условия содержания. А спатифилум, так же как и антуриумы, не любит сквозняки. То есть его нужно поставить там, где не будет сквозняка. Размножается спатифилум делением куста. Ну перед пересадки, если вы хотите разделить куст, например, что он слишком большой или как там. Я его еще ни разу не делила, хотя вот здесь очень много уже, где можно поделить. Но я не хочу. Я хочу иметь очень пышное, большое растение. Размножать я его не хочу. У меня на канале есть видео, как я его пересаживала. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Вредители на этом растении я как бы ни разу не встречала. То есть вот у меня сколько? Ну несколько лет. Ну лет 5 это точно. Это моё спатифилум есть. И я ни разу не сталкивалась с вредителем. Так что сказать ничего не могу. У меня в комментариях спрашивают, какой же у меня сорт моего спатифилума. Вот, к сожалению, я не знаю сорта. Просто я когда его покупала, даже не обращала на это внимания. То есть, ну взяла и взяла, купила и купила и не знаю. Но у меня есть еще один спатифилум. Сейчас я вам покажу его. Вот такой у меня спатифилум есть еще. Этот сорт, к сожалению, тоже не знаю. Но когда он зацветает, его цветы такой, знаете, такой нежный, сладковатый аромат имеют. То есть он ароматный. Если тот спатифилум цветет, он вообще без запаха. А вот у этого его цветочки имеют аромат. И отличается чуть-чуть лист. Так вот просто непонятно. А если их сравнивать, то чуть-чуть чем-то отличается. И вот, например, вот как понять, допустим, да, когда поливать спатифилум. Я вот сейчас вам покажу, какая почва у него сейчас. И я его сейчас поливать не буду. Посмотрите, я его просто пальцем так делаю. Видите? Очень рыхлый, сухой грунт. Это нравится так растению. Он не любит, когда здесь влажность. Это растение любит, как я уже говорила, влажность воздуха. А вот чтобы корни во влаге были, он этого терпеть не может. И когда пересадку делаете, ни в коем случае нельзя вот эту шейку заглублять. Вот она как есть, да, вот как он у вас растет, если вы даже купили его. То вот нужно вот так же на поверхности и оставлять. Ни в коем случае нельзя это углублять. Вот оно должно так быть. А сейчас я вам покажу постоянное место жительства, где у меня стоит спатифилум. Ну вот здесь у меня стоит мой спатифилум большой. Здесь у меня напротив окно. Здесь восточная сторона. То есть утром на него здесь хорошо попадает солнышко. Что ему и очень нравится. И второй здесь неподалеку стоит. Вот мой второй спатифилум. Он у меня тут, конечно, в зарослях есть. Ну ему здесь хватает, ему здесь хорошо. Он мне, кстати, недавно отцвел. Я вот недавно обрезала цветочек у него. Ну теперь сделаем вывод. Растение красивое, неприхотливое, полезное. Так как выделяет озон, повышает работоспособность. Это тоже немаловажно. И еще и обладает оно женским счастьем. Так что, если у кого-то нет такого растения, то обязательно заведите. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok